В этом году ЕГЭ по русскому языку прошёл в необычном формате. На входе каждому ученику измерили температуру, выдали маску, перчатки и обработали руки антисептиками. Проверили с головы до бёдер металлоискателем. По несколько человек стали запускать в аудитории, сказали, кто где находится. Мы все разошлись, ожидали время, когда нам сделают первый инструктаж. А после заветное начинаем. На всё про всё одиннадцатиклассникам давалось три с половиной часа. За это время ребятам предстояло ответить на два блока вопросов. Для Леры Ильгузиной сложным оказался блок «Б». Нужно было определить, допустим, правила постановки запятых, двоеточий, тире. Найти схожие предложения, определить проблему в тексте нужно было. Написать по этой проблеме определённое сочинение, соответствую всяким критериям. Даша Кудрявцева издавать русский язык было просто. Девушка готовилась к экзамену несколько лет. И даже на самоизоляции она старательно проходила тесты, чтобы на ЕГЭ набрать как можно больше баллов. Даша планирует поступать в педагогический университет. Надеюсь, что хотя бы 80 баллов. Если учил всё это время, то несложно. А если никуда не ходил, то немного сложновато, потому что это же по школьной программе. После экзамена ребята ещё долго не расходились. Ждали своих одноклассников, делились с ними впечатлениями. Обсуждали задания и звонили родителям. Выпускникам осталось совсем немного. Им можно будет сделать небольшую передышку. А потом наступит следующий этап – студенческая жизнь. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.